Сапожник и хан Сапожник встал с места и подал ему маленькую репешку. — Ведь от хана последовало распоряжение, чтобы никто ничего не делал и по ночам не зажигали свечей, — сказал нищий. — Почему ты не исполняешь волю своего повелителя? — Ты получишь милостынь, — сказал Сапожник. — Ну и иди себе с Богом. Хан, который отдал такое повеление, — дурак. Посуди сам. Если б я не работал, как бы стал существовать? — Человек я бедный. От работы своей ежедневно получаю четыре тяньги и пользы, и четыре убытку. Хан ничего не возразил слова Сапожника и вернулся в свой дом. Он потребовал к себе визирей и сказал им, — Я полагал, что вы умнее обыкновенных людей, и потому выделял вас от прочих, осыпал милостями. Теперь задам я вам вопрос, на который вы должны ответить. От занятий своих я получаю ежедневно четыре тяньги и убытку, и четыре тяньги и прибыли. Так вот, сколько я имею прибыли, и сколько пользы? Даю вам три дня сроку. Если вы не ответите мне на этот вопрос, или не найдете такого человека, который смог бы ответить на него, я вас прикажу казнить. Прошло три дня, а визири так и не смогли разгадать загадки. Они собрались уже было бежать от гнева хана. Какое-то время к ним пришел Сапожник и заявил, что он отгадает вопрос хана, если ему дадут за это хорошее вознаграждение. Визири с большой радостью дали Сапожнику четыре тысячи делов и повели его к хану. — О, так, сэр, — сказал Сапожник, — четыре тяньги и убытку, и четыре тяньги прибыли я получаю следующим образом. Отдаю одну тяньгу, новый долг плачу, отдаю другую тяньгу, старый долг плачу, третью тяньгу в колодец бросаю, а на четвертую тяньгу сам с женой живу. — Что одну тяньгу тратишь на себя и жену, то всякому понятно, — сказал хан. — А ты вот разнесни нам, куда остальные три тяньги деваешь? Сапожник сказал, — Одну тяньгу я даю взаимообразно своему сыну для того, чтобы он меня кормил на старости лет. Одну тяньгу плачу, как старый долг отцу и матери, за то, что они меня вскормили и вырастили. И, наконец, одну тяньгу бросаю в колодец, то есть кормлю дочери. Хан понравился такой ответ сапожника, и он сделал его своим веселем.